Тут, конечно же, я хочу подробно остановиться на одном из главных составляющих моих рецептов. Это мед и продукты пчеловодства. Что такое мед, я думаю, знают все. Это цветочный нектар, частично переработанный пчелами. Я считаю, это истинный шедевр природы, ее великодушнейший подарок нам. Практически все сладкие заготовки я делаю на меду. Согласна, это не дешево. И может некоторым покажется, даже с точки зрения семейного бюджета, непрактично. Но только на первый взгляд. Вот смотрите, на самом деле это совершенно не так. Во-первых, закупая мед в большом количестве сразу, я раньше делала всегда покупки у знакомого пчеловода, и в сезон откачки могла купить по 10-15 литров сразу. И, соответственно, он мне продавал с хорошей скидкой. Во-вторых, это было мое вложение в здоровье всей семьи. И поверьте, оно окупается сторицей. Ну и в-третьих. В-третьих, если мы ведем правильный образ жизни, все семейство находится целый год на таких очень полезных сладостях, то практически перестает болеть. И мы экономим на дорогущих лекарственных препаратах. Я уже давно, конечно, в аптеке ничего не покупаю. Если нужно уже там подремонтировать, так сказать, свое здоровье, скорее приобрету какие-то БАДы в фирмах, которым я доверяю. По крайней мере, так раньше и поступало. А это, вы как понимаете, совершенно не дешевое удовольствие. Дальше я лично экономлю на продукции для омоложения, которые очень дорого стоят. Женщины меня поймут. Крема, различные там средства для того, чтобы лучше выглядеть. Они очень-очень, так сказать, не дешевые, но в то же время и дают сомнительный эффект. А тут, как говорится, эффект на лицо. Я бы даже сказала, на лице. БАДы вы тут же его увидите. Ну и, конечно же, я значительно экономлю, как я говорю, на мусоре отечественного пищепрома. То есть потребность во вкусненьком, сладеньком. Мы с вами будем удовлетворять целебными сладостями, а не конфетками, печенюшками, тортиками и прочее химической приведенью. Тоже на этом значительно происходит такая немалая экономия средств. Так что вопрос о так называемой дороге говизне меда, я думаю, у нас с вами уже отпал. И можно теперь спокойно поговорить о пользе моего любимейшего продукта. Вы знаете, я его с детства так люблю, что друзья, которые звали меня Ксюшей, даже в шутку стали называть Винни Ксюхом. Любовь к меду у меня выросла до любви к пчелам. И вот уже, наверное, лет 10, как я приобрела небольшую пасеку, где мы с отцом учимся быть примерными пчеловодами и постигаем все нюансы этой профессии. Этот снимок я сделала буквально 2 дня назад. Вышел рой, который висит у меня над головой. Там было, конечно, не до селфи. Как успела, так быстренько сделала снимок, потому что рой мог в любой момент улететь. И нужно его быстренько успеть собрать. Конечно, все, что дают пчелы, которые живут на земле уже 60 миллионов лет, просто уникально. Пыльца. А мы видим сейчас на картиночке, пчелка несет пчелиную обножку, так называемую пыльцу растений, перга, пчелиное и трудневое молочко, маточное молочко, вернее. Оно просто не поддается описанию, какими же уникальными свойствами обладает. Собирая нектар в растениях, пчела должна выпустить капельку нектара на слегка выдвинутый хоботок и опять втянуть ее в медовый желудочек 240 раз. После чего уже откладывает эту капельку в свободную восковую ячейку. И потом идет долгое выпаривание, примерно на три четверти удаляется водичка из этого нектара, и только тогда появляется капелька настоящего меда. Вы представляете, вот сколько даже должны сделать, чтобы этот из нектара получить настоящий вот такой дар природы. В древности наши предки этот дар называли жидким золотом или дар богов. Представляете, вот это жидкое золото вырабатывает, помогает вырабатывать у нас гормон счастья. Буквально через три минуты мед у нас очень быстро расщепляется, еще во рту всасывается, и через три минуты выделяется серотонин, гормон счастья. И содержит в себе, только представьте, до трехсот полезных элементов. Аминокислоты, флавониды, ферменты, антиоксиданты, фитогормоны, эфирные масла. Не перечесть вот всего того составляющего, что содержится в меду. 92 ценнейших химических соединения, которые необходимы нашему организму. Более 30 микроэлементов. Там вся таблица Менделеева. И, конечно же, очень большое множество различных витаминов. Кстати, мед сильный афродизиак, так как содержит витамины А и Е, и активно влияет на все функции организма. Недаром раньше новобрачным смазывали губы медом. Кстати, его полезно использовать и как косметическое средство. Он помогает от угрей, прекрасно питает волосы, если делать масочки. Сильнейшее омолаживающее действие производит на организм. Даже если просто внешне наносить его, в виде масок. Вменьшает количество жира. То есть те люди, которые хотят похудеть. Если они питаются сладеньким, от этого что только толстеешь. А вот сладости, приготовленные на меду, наоборот, помогают похудению. Мед прекрасно стимулирует защитные силы организма. Он нормализует деятельность всего желудочно-кишечного тракта. Я просто не буду перечислять всех тех свойств, которыми он обладает. И противосклеротическим действием и образованием эритроцитов улучшает питание нашей кожи. Вот за счет чего идет эффект омоложения. Нормализует сон. Антиаллергический, тонизирующий эффект. В общем, множество, большое множество хороших полезных свойств. Кстати, одним из удивительнейших свойств является то, что некоторые ферменты даже разрушают раковые клетки. И состав меда почти полностью повторяет состав плазмы крови человека, как говорят многие исследования. Многие минеральные вещества находятся в том же количестве, что и в крови человека. И в отличие от сахара, не вредит клеткам мозга, а наоборот восстанавливает обмен веществ и налаживает биохимические процессы. Всасываясь, как я говорила, уже буквально во рту, мед попадает в мозг человека, подпитывает его, помогает мыслительным процессам. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок успевал в школе, развивался быстро, рос хорошо, вот здесь он очень-очень помогает. Тоже заметили во многих исследованиях, что если детям, буквально там даже грудничкам, давали по капельке меда, дети гораздо быстрее развивались до года. Ну и, соответственно, и после года, даже в школьном возрасте, те дети, которые питаются сладостями на меду, преуспевают в учебе. Вот так. Мне же больше всего нравятся его обеззараживающие свойства, которые известны давно. Так как он сильное антибактериальное средство, такой естественный антибиотик, то эти свойства использовали и в древности, для того, чтобы хранить соки различных растений, плоды, коренья, цветы и даже кусочки мяса. Например, в одном трактате в 1971 году Младенцова написала, что животные продукты, различные кусочки печени, почек, рыбы хранили в меду. И они могли храниться до 4 лет. Если же мед был ненатуральным, то через 4-6 дней буквально уже начиналось брожение. Представляете, в научной литературе был описан случай, когда в одной из египетских пирамид был обнаружен глиняный сосуд с медом. И он хранился более 3000 лет. Когда его открыли, то убедились, что мед все еще сохранял свои лечебные свойства и даже сохранил свойственный ему аромат. Как видите, благодаря антимикробным и противогрибковым свойствам мед в благоприятных условиях может храниться не только годами, десятилетиями, столетиями, но даже тысячелетиями. Поэтому он прекрасно сохраняется и помогает нам сохранять те целебные вещества, которые находятся в различных растениях. Вот именно это свойство я использую в своих рецептах. Ну и, конечно же, натуральный мед несет сильнейшее омолаживающее свойство. Кстати, в том же 1971 году был опубликован рецепт молодости. Он был найден, рассказал о нем путнику монах, который сам практиковал это средство. А монаху было уже 115... А, как он сказал, практиковал это средство уже 115 лет подряд. Сколько же лет монаху история умалчивает. Так вот, как он признался, еще 2000 лет назад тибетские знахари написали на пальмовых листьях и сохранили секрет приготовления напитка молодости, куда входили различные травы, входили бессмертник, зверобой, ромашка, березовые почки. И главное, он готовился на меду. Если вы помните, секрет молодости Клеопатры тоже связан с медом. Она делала маски, жирные сливки с медом наносила на лицо, туда же капала, немножечко добавляла розового или оливкового растительного масла и делала такие маски. Мед делает любой напиток энергетическим продуктом. Как говорится, становится напиток сверхсилы. Есть еще чудеснейший рецепт напиток Ильи Муромца, куда входит вода, мед и пергам. Все это размешивается, настаивается немного и выпивается. Я думаю, что я вас убедила, что, конечно же, мед нужно использовать обязательно. И я считаю, что он несет просто неоценимую пользу нашему организму. Конечно, многие мне возразят, что у некоторых людей есть аллергия на мед. Тогда его лучше не использовать. Но я бы вам посоветовала обязательно почистить организм. За многие годы в своей практике, когда я работала фольдиагностом, смотрела очень большое множество людей и у всех, у кого была аллергия, однозначно была и зашлаковка организма. Как только они чистились, бесследно проходила и сама аллергия. Причем у многих детей это было связано с паразитарными инвазиями. Поэтому, мои хорошие, давайте обязательно чистить организм, давайте делать противопозитарные, проводить профилактические принимодействия. И тогда вы заметите, что никакой аллергии нет. Кстати, сейчас многие исследования уже говорят о том, что определенные продукты вызывают очищение организма. И поэтому происходит сыпь, то есть организм освобождается от этих шлаков, а человек думает, что у него аллергия на данный продукт. Так что задумайтесь, аллергия это у вас или все-таки идет чистка. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok